Соревнования пауэрлифтеров не часто проводятся на сцене в этаком формате шоу, но в этот раз зрелище действительно того стоит. Двухдневное мероприятие объединило в себе и первый в истории открытый чемпионат Азии, и всероссийский мастерский турнир, и состязания по народному жиму. Такая насыщенная программа привлекла сюда спортсменов с разных уголков России и даже ближнего зарубежья. Приморский край наконец-то вышел на уровень международных турниров. Теперь мы проводим международные турниры, проводим турниры всероссийские с присвоением званий мастеров международного класса и элиты. То есть и в этом году было принято решение, что мы первые открываем первый чемпионат Азии в Приморском крае. Это впервые такой турнир у нас здесь проходит. Порядка 220 участников. Становая тяга, жим, лёжа, приседы. Свои силы участники показывают сплошным потоком без перерывов. Веса на штангах поражают, как и возможности силачей. Особых фаворитов здесь нет. Две сотни спортсменов оказались максимально разными как по возрасту, так и по уровню мастерства. «Опыт у меня уже около 10 лет занимаюсь. И в такие большие это первое. А так участвовал в местных соревнованиях. У судейский городской округ по району. А краевые первый раз. Очень интересно». «Соревнования крайние были в 2014 году. В дальневосточном округе соревнования были. Там выступал. Но там был большой перерыв. Сейчас опять решил попробовать себя, так скажем. Пока еще результаты, конечно, оставляют желать лучшего. Но будем готовиться дальше». В толпе гигантов и силачей еле удается заметить хрупкую девочку Надю. В свои 13 лет спортсменка из Уссурийска показывает здесь впечатляющий результат. А меж тем, это ее первые соревнования в жизни. И уже успех. Три выполненные попытки и личный рекорд – 25 килограммов. «Да, я на тренировке так даже не поднимала. Я даже как-то после 22,5 не почувствовала. И думала, ну верно, 25 точно пожму. Я пожала». «Мои друзья говорят, ты девочка, ты должна на гимнатику ходить. Нет. Тяжелой атлетикой заниматься». Победители в своих категориях получат грамоты и медали, а некоторым и вовсе может достаться новое спортивное звание. Тем же, от кого удача на этих состязаниях отвернется, огорчаться не стоит. Сезон пауэрлифтинга в Приморье только начинается. Впереди ждет череда различных проверок на прочность. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.